Всем привет! Это Apple Easy Walk. Тут все просто. Несмотря на статус идеального телефона среди пользователей, iPhone, тем не менее, может иногда глючить и подвисать. Многие пользователи, столкнувшись с данной проблемой, спешат отнести его в сервисный центр или сдать продавцу по гарантии. Друзья, не тратьте свое драгоценное время. Посмотрите этот ролик и научитесь самостоятельно устранять досадные ошибки телефона, не обращаясь к посторонним. Если вы столкнулись с тем, что iPhone долго открывает приложение или притормаживает в работе, то возможно у него закончилась память. Если это касается оперативной памяти, то попробуйте вызвать переключатель приложений, смахнув вверх от нижнего края экрана, затем остановив палец в центре экрана. И выгрузите с памяти лишние программы, смахнув их вверх. Однако может быть и такое, что память закончилась в хранилище телефона. Это можно посмотреть в основных настройках. Если вы увидели полностью закрашенную полоску хранилища, то в этом главная проблема того, что iPhone медленно работает. Необходимо удалить лишние файлы, обычно это фото и видео, чтобы немного расчистить память. Иначе устройство может просто отключиться. Иногда iPhone может зависнуть и никак не реагировать на нажатие. В этом случае его необходимо перезагрузить в специальной комбинации клавиш. О том, какие комбинации нужно нажимать на разных моделях, можно прочитать в службе поддержки Apple по указанной ссылке. Она будет в описании. Друзья, если данная тема для вас оказалась острой и актуальной, напишите нам в комментариях, разумеется, после того, как поставите лайк, о том, как вы исправляете глюки на iPhone. Однако бывают случаи, когда даже перезагрузка не исправляет проблемы в работе iOS. Здесь на крайние меры помогут два варианта. Первый – это сброс настроек телефона в меню «Перенос или сброс iPhone». Сначала попробуйте совершить легкий сброс с сохранением всех данных. Если вдруг не поможет, то можно стереть контент и настройки, полностью обнулив iPhone. Но это с большой вероятностью сможет исправить обидный глюк. Хотя полный сброс – это крайняя ступень, и перед этим желательно сохранить ваши данные. Ну а второй вариант – провести обновление iPhone до последней актуальной версии операционной системы. Вполне возможно, что в новой версии ваш глюк или баг будет исправлен. Когда вы перепробовали все вышеуказанные варианты по устранению возникших проблем на iPhone, и они не помогли, тогда можно обращаться в сервисный центр или к продавцу, если устройство еще на гарантии. Подписывайтесь на канал Apple Easy Work, и у вас будет все просто.